Утро доброе, мои хорошие! 23 февраля, кстати, сразу всех мужчин, которые меня смотрят, с праздником вас поздравляю! И, в общем, я стою на парковке, снег вчера таял, поднял всё минное поле, грязь, и я теперь думаю, а как мне пройти? И где мне пройти? Ага, вот здесь есть что-то похожее на, ну, хоть какую-то более-менее чистую дорогу. Так, ой! В общем, за собачками у нас не убирают, кому интересно знать. Нету такого, похоже, в Минске, потому что, судя по тому, что я бежу под ногами, в общем, собачки гуляют у нас, и очень активно. Пойдёмте открывать. Так, я уже выгружаю видео на YouTube-канал, назвала его «Важный урок по теории бизнеса». Кто его уже посмотрел, тот понимает, почему. Что мне тут пишут? 17 минут будет загружаться. А тем временем сегодня принесла свечечку, помните, мне дарили. В общем, принесла свечечку, которая на избавление от негатива. Говорят, надо чистить помещение, зажигать свечи, потому что свеча хорошо сжигает негативную энергию. А здесь конкретно свеча, которая вот именно для того, чтобы сжечь негативную энергию. В общем, смотрю, не пыхтит, не дымит, не искрит, значит, всё у нас тут хорошо. Значит, энергия в магазине позитивная, но чуть-чуть всё равно пусть погорит. Так она пахнет сильно, знаете, вот аромат такой, что-нибудь как-то ладаном пахнет. Вот. И календарик. Надо ж вам совет дня. Так, напоминаю, 23 февраля и, казалось бы, здесь, наверное, должно быть написано с днём защитника отечества или с днём мужчин или с праздником, дорогие мужчины. А вот и нет. Здесь написано цени того, кто рядом. И я полностью согласна. Нет, это не значит, что я не считаю нужным поздравить мужчин. Я же с этого начала сегодня видео, да, что я поздравляю мужчин с этим праздником. Но календарик нам в целом рассказывает о том, что важно ценить того, кто рядом. Потому что тот человек, который рядом, это, скорее всего, самый близкий, самый дорогой для вас человек. Человек, который верит в вас, который вас поддерживает, который любит вас, который помогает вам даже просто своим присутствием. Умейте ценить близких людей и умейте дорожить ими и наслаждаться каждым мгновением вместе. Вот такое напутствие сегодня от нашего календарика. А я уже даже сбегала за кофеёчком и уже Мариночка пришла. Несмотря на то, что у меня только-только-только протекало 9 часов. Начинаем рабочий день. Ну, работает сегодня Марина. Я так для настроения тут. Я вам говорила, Мариночка сегодня работает, я отдыхаю, поэтому я просто снимаю для вас видео. Попросила Мариночку сделать маленькие букетики-комплиментики. Вот такой букет с анимоном, с сиренью ирисомельстромерий, такой бумажки по типу газетки. И вот моя брендовая упаковка с французской гочей. Кстати, мне задавали вопрос, из чего лучше крутить французскую розу. Я очень люблю выкручивать гочу. Ну, причем, знаете, что я заметила? Когда она просто в бутоне стоит, она очень часто может на пустом месте опустить голову и очень быстро, ну, к сожалению, завянуть. А когда вы выкручиваете гочу, она просто какая-то сумасшедшая становится по стойкости и при этом очень эффектно выглядит. И вы даже просто, видите, с эскалиптом, с хамелациумом, очень красиво. Помимо этого, так, у меня сейчас в холодильнике выкручена французская роза из Мудиблю. Чем я ее люблю? Тем, что Мудиблю в обычном бутоне выглядит грязновато и не так насыщен аромат. Но как только вы выкрутите, она выглядит намного более яркой, богатой, красивой, плюс также очень хорошая по стойкости. И плюс, когда вы раскрываете вот до сердцевины, вы открываете весь аромат розы. И аромат просто невероятный. Вот я даже сейчас зашла в холодильник, я слышу только аромат Мудиблю. Также я люблю выкручивать пинг Мондиаль. И просто белая Мондиаль хорошо выкручивается. Когда-то я раскручивала эсперанцу, но перестала это делать, потому что эсперанца сама по себе хорошо пышно раскрывается. И я не вижу смысла делать из нее французскую. То есть там приблизительно то на то и выходит. Поэтому эсперанцу я продаю так, как в бутонах, ну, в обычном виде. Вот, что вам еще рассказать. В принципе, наверное, много какую розу можно выкрутить во французскую. Как я вам говорила, главное, чтобы не был такой вот бутон, знаете, свечеподобный, да, где который вот прям переплетаются лепестки здесь сверху, такой уголок создавая. Вот эту розу очень тяжело раскрутить. То есть берите на раскрутку розу, у которой такой бокаловидный больше бутон, то есть сразу есть возможность доступа к сердцевинке. Вот она тогда хорошо будет раскручиваться. Я вам показала то, что чаще всего. Пинк Мондиаль, Готча, просто Мондиаль. По-моему, Марина, а красную розочку мы чекмейт, по-моему, раскручивали, да? Или Фридом. Какую-то мы... Ну, или Фридом, или чекмейт мы раскручивали красную. И вот сейчас Муди Блю стали. Муди Блю мне больше всего нравится именно за счет того, что открывается невероятный аромат. С другой французской не со всей получается вот такая ароматная розочка. А у Муди Блю, замечательный аромат. В принципе, пока все из того, что я раскручиваю. Если буду раскручивать какие-то другие сорта и мне понравятся, то, конечно же, обязательно вам посоветую им тоже Фридлэш. Как-то вот смотрится, как будто бы не дорисовала. Ну, нет, там именно белого цвета был номерочек. Маринка говорит, что я не дорисовала кусочек. Нет, это белый цвет. Все прорисовано белым цветом. Все, картина закончена. Завтра буду начинать новую. А сейчас я еще думала, что целый час мне сидеть тут с Мариночкой и общаться. А мы так хорошо с ней общались на разные темы. И мне позвонила Яна и сказала, мама, забирай, потому что у нее там должен был быть классный час. Они какую-то сценку репетируют. Но Яна то ли уже отрепетировала, то ли не участвует, я не поняла. В общем, я бегом собираюсь. И все, лечу за Яной. А то она меня ждет на улице. Так что да, побежала Ян. И погода сегодня противная, противная. Я бы, честно говоря, спокойно шла, если бы не погода. Потому что вчера было солнышко и небо голубое, и такая же весна на улице. Сегодня все такая же весна, но уже пасмурно и небольшой такой дождик или изморозь капает. И, соответственно, не сильно хочется, чтобы Янка стояла на улице. Но почему я стою и с вами спокойно говорю, потому что я ей сказала, побыть еще 10 минут в школе, и я за тобой приеду. Вот сейчас я уже пойду, сяду, поеду. Ну и она как раз должна выйти со школы. Я вам вчера утром еще когда снимала, вот здесь все было в снегу. А сейчас уже все зелененькое. Снег так быстро тает. Вот что значит вот эта нулевая температура к нам пришла? Ну, конечно, единственное, что очень грязно. Вот это самое такое, наверное, неприятное, когда меняется зима на весну, переждать этот момент, пока эта грязь вся засохнется, идет, ну и потом будет красиво. Добрый день, мои дорогие, я уже забрала Янку, мы приехали домой, по дороге заехали в мой любимый книжный магазин, кто меня смотрит постоянно, те знают. Зашла я туда ради тетрадочки, мне нужна была хорошая, классная тетрадка для одного обучения, которое я сейчас планирую пройти, и хочется все, все, все записать, вот просто каждое слово, и все домашние, в одном месте хочется делать, для того, чтобы эта тетрадочка у меня сохранилась, и я в любой день могла сесть, открыть, и все перечитать, посмотреть, и вспомнить. Ну, я не могла уйти без книжки, я долго ходила, выбирала, конечно, там большое количество литературы, которая есть у меня в списке желаний, что я хочу себе купить, или чтобы мне подарили, но решила пока это все оставить в списке желаний, а взяла себе то, что не планировала, и я знаю, что вы также любите, когда я вам советую книги, поэтому это один из вариантов тех книг, которые я советую. Есть такой психолог, Анна Кирьянова, и также она обладает просто замечательной, даром писательства, я бы так сказала, она очень хорошо, легко, доступно пишет, она пишет небольшие истории, где-то случаи своей практики, но она настолько красиво их описывает, настолько легко, доступна каждому, и каждая ее история, это, знаете, как притча, то есть ты читаешь, ты понимаешь, в чем суть, как правильно поступить, как правильно мыслить, как правильно реагировать на многие вещи. И вот у нее вышла книга в таком твердом переплете, называется «Талисман счастья и удачи. Мудрая психология на каждый день». Здесь тоже вроде как истории, то, что я почитала, маленькие рассказы, но вот так вот на каждый день и с большим-большим смыслом. Я полистала страницы, и вот сейчас я открыла самую первую попавшуюся страницу, знаете, есть такой вариант гаданий на книге, да, вы открываете книгу на какой-то странице и считаете, что вас ждет. И вот я сейчас открыла, я, честно говоря, немножко удивлена, потому что здесь рассказ на тему «Может быть, счастье вас ждет совсем в другом месте?» Ну и дальше, где родился, там и пригодился, так говорят. Но в душе есть тайное ощущение, что вы родились в другом месте или родились для другого места, для другой страны, для другого города. И, в общем, вот так вот она все это расписывает. Она, еще раз повторюсь, психолог. Очень мне нравится. Так, последние слова. Надо слушать себя. Одних ждет успех по месту жительства, а других зовет и влечет их личное место счастья. И у всех своя судьба и свое предназначение. Ну, в общем, возможно, кому-то полезно именно сейчас услышать эти слова. Возможно, эти слова было полезно услышать мне и прочитать, но, видите, я на всю аудиторию их прочитала. Не знаю, будем смотреть, как жизнь сложится. В общем, книгу советую. Вот именно, как такую книгу вдохновляющих, интересных, каких-то правильных, грамотных историй на каждый день. Пусть она просто лежит рядом у вас с кроватью, например, либо положите ее на столик ваш рабочий и периодически просто открывайте страничку в любом месте и читайте, что же там для вас написано. Ой, ну здесь вообще что-то сложное. Зачем варили ключи и жарили иголки? Здесь надо много читать. В общем, если вам интересно, в следующем видео вам расскажу, что же здесь написано. Все, мои хорошие, пойдем с Янкой перекусим, потому что обеденное время и пора что? Правильно. Подкрепиться. Привет еще раз всем. У нас без 20.10. Яночка уже легла спать, поэтому говорю очень тихо. В принципе, дома занимались обычными домашними делами, приготовила ужин. Сегодня так вкусно. Курочку в духовке запекла. Кушала, наслаждалась. Такая мягенькая, получилась сочная. В общем, сейчас надо и мне уже ложиться спать. Я вспомнила, что почти уже ничего дома не снимала, так что видео для вас будет коротенькое. Но в любом случае, я знаю, что вы рады встречи со мной. Я тоже очень рада вас видеть через экран. Точнее, я вас чувствую, когда вижу ваши лайки. комментарии. Я увижу, сколько идет просмотров. Как обычно, говорю вам всем слова благодарности. Благодарю за то, что вы со мной, за ваши подписки. Завтра буду продолжать снимать. С вами была Оля и скоро обязательно увидимся. Все. Ну а мне спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok,